Пацан Тре, всем привет и это 54 серия нашего пути на Аризоне. Меня сегодня снова дважды заскамил сервер, но по-моему для меня это уже совсем стандартная ситуация. Не забудь подписаться. Ох, ребят, серия сегодня будет насыщенной и давайте начнем ее все-таки с позитива. Я сегодня нашел покупателя ларцов пилота по 900 тысяч, продал ему все свои 13 штук и заработал с этого 11 миллионов. Все, с позитивом закончили. Перемещаемся на 10 минут вперед. Я вылетаю в Vice City с целью продать одну из своих фур, но даже казалось бы в такой обычной ситуации меня все равно ждал прикольчик от сервера. В общем, сначала я узнал, что фуры стали уже куда дешевле и если неделю назад у меня готовы были ее купить за 500 тысяч, то сейчас челик на автобазаре продавал свою за 250. Я решил опробовать новый автобазар, который в течение суток будет продавать мою машину, даже когда я не в игре. Выставил фуру Arrox за 300 тысяч и она просто пропала. А в самом автобазаре мне сказали, что знать вообще не знают, что за фура и здесь ее никогда и не было. Мне даже здесь не помог и перед заход, просто черным по белому было написано, у вас нет транспорта на продаже. Все, походу опять минус фура. Окей, я вернулся в Лос-Сантос, быстренько уволился из больницы и направился на район Ацтеков попробовать автоугон. Это тоже один из самых топовых заработков, подумал я, пока не начал. Ладно, позитив все-таки был. Встретил подписчиков на респе банды и передаю всем привет. Короче, первой моей целью на автоугоне стала Bugatti Diva. Ее я смогу продать, наверное, лямов за 10, не меньше. Но нет, оказалось, что рядом вообще нет никаких машин, а Bugatti, наверное, мне приснилось. Дальше ситуация следующая. Вот этот маверик стоит на платной парковке и по-хорошему отсюда украсть я его не могу. Я решил в итоге вытолкать его с этой парковки, но что-то все равно не прокатило. Но попробовать стоило. Наконец-то я уже в процессе взлома еще одного маверика. На сам этот взлом у меня ушло примерно минуты 3-4. И, к сожалению, этого времени хватило для того, чтобы приехали копы и объявили меня в розыск. Вот дальше произошла ситуация, что просто тупее некуда. Меня сразу тазерят, связывают, делают все всякие свои полицейские действия. И все это делают вроде как по РП. Я со своей стороны тоже решил поиграть РП и сказал, что мой сосед меня попросил поковыряться в вертолете. У него якобы сломалась дверь, а я умею ее чинить. Затем приехали еще и ФБРовцы, начали долго выяснять, кто же меня все-таки арестует. Но на мои попытки поговорить, как-то отыграть РП вообще никак не реагируют. В итоге, после всего этого игнора меня все-таки посадили в тюрьму, из которой я, правда, потом выйду за донат. А вот теперь давайте попробуем рассмотреть эту ситуацию от третьего лица. Я ковырялся в маверике, когда рядом со мной не было никого, кто мог бы позвонить в полицию и на меня пожаловаться. Сказать точно, взламывал ли я маверик, нельзя, потому что со стороны я просто сидел и ковырялся в замке. Возможно, я и правда его просто чинил. И чтобы доказать то, что я его взламывал и правда, полицейским нужно было провести экспертизу замка маверика и только после этого меня сажать. Все-таки, если мы как бы играем по РП и все полицейские отыгрывают то, как они тазерят и дубинят, давайте тогда поиграем РП и с моей стороны тоже. Да, вы, конечно, можете сказать, что я просто обиделся и специально ко всему придираюсь, но, ребят. Опять же, они отыгрывали РП, зачитывали мне всякие вот эти вот права, доставали дубинку, тазерили, все это делали с отыгровками. Но на мои РП-отыгровки, на мои всякие РП-диалоги они вообще не обращали никакого внимания. И, опять же, никаких доказательств, что я реально был вором, тем более после того, как меня даже обыскали, у них не было. Короче, если у меня есть зрители фул-РПшники, напишите в комментарии, что вы вообще думаете по этому поводу. В общем, уже после тюрьмы я приехал снова к тому же самому Маверику. Начал опять же его взламывать, но в какой-то момент объявился его владелец, начал по мне стрелять, а потом и вовсе на нем улетел. Короче, ребят, все-таки я купил еще одну отмычку, попробовать все-таки хотя бы самую дешевую тачку вообще украсть. И я, кажется, придумал, как сделать так, чтобы вас не арестовывали вообще, ну, с минимальным шансом. Открываем телефон, настройки, номера, мониторинг организации. И вот здесь вот мы просто выбираем, например, полицию Лас-Вентураса и видим, что буквально два сотрудника в сети. Один вообще, кстати, не работает. В то же время, например, в полиции СФ у нас есть 12 сотрудников в сети. Поэтому делаем вывод, что воровать машину мы можем в Лас-Вентурасе, потому что полицейские Сан-Фьерро сюда, как бы, соваться не обязаны. Не должны, точнее. Правда, в Лас-Вентурасе, на самом деле, очень мало мест, где могут быть машины. А, и сервер закрыл соединение. Меня снова заскамили. Так, я нашел вот этот гелик. Я, правда, не знаю, сколько она стоит по ГОСу. Взломать мы ее можем и, я не знаю, ну хотя бы миллионов 10, если она стоит по ГОСу, то это уже круто. Все, начинаем взламывать машину. Продлится у нас вот этот взлом, я не знаю, минуты 3-4. И за это время, надеюсь, копы не приедут. Блин, как же долго. Фух, блин, ребят, я еду. Я ее украл. Сейчас был такой момент, что у меня хотел ее украсть какой-то бомжик. Ну, вроде все обошлось. Я еду ее продавать. Правда, у меня 3 литра буквально в бензобаке. Сейчас придется заправить, блин, угнанную тачку. Все, я на месте. У меня прям здесь заканчивается топливо. Да, ну сейчас будет очень смешно, если прям в этот момент за мной приедут копы. Вы продали транспорт и заработали 2 миллиона. Сколько за гелик дали? Не понял. Это ФБРовец у меня спрашивает, сколько мне дали за гелик. Так, ну, походу, этот ФБРовец решил меня простить и в итоге сейчас меня просто довезет до какой-нибудь аренды. Ну, спасибо, Эндрю. Дальше я решил пару часиков попилотировать. Мне нужно было как-то скоротать время до 8 часов вечера. Чуть попозже объясню зачем. Стартуем с отметки в 807 рейсов и примерно через пару часиков заканчиваем на 845. Время 7 вечера. Летим на спавн-мажора в Форт Карсоне и находим чела, у которого можно выполнять новые квесты и фармить АЗшки. Первый квест. Нам просто надо купить билет в кино и сходить на сеанс. Приезжаем к кинотеатру. Видим, что доступных билетов нет. Попробуем на следующий час арендовать целый зал и посмотрим. Может быть, засчитается. Пока мы ждем сеанса в кинотеатре, давайте угоним еще одну машинку. И смотрите, какую тачку я нашел. Я понятия не имею, какая у нее госка. Я надеюсь, что не 500 тысяч, но вот эта бэха продается минимум миллионов за 200. На самом деле, мне кажется, я эту тачку хочу взломать больше не для того, чтобы продать, а для того, чтобы просто на ней покататься. Все, найс, все чистенько. Никого рядом нет. Блин, жалко, эту машинку нельзя угонять себе в гараж. Еще немного спустя. Так, все. Я надеюсь, что нам дадут хотя бы лям. Да. Госка 2 миллиона. А продают в 100 раз дороже. Ладно, возвращаемся в кинотеатр. Залетаем в зал. Врубаем видосянский и смотрим. У меня сейчас на счету 1200 АЗ-шек. И прикол в том, что сейчас на акцию выставили премиум випку и сократили ее цену на 1400 АЗ-шек. Ну ладно, все, хватит. Нет. Все-таки, к сожалению, квест не засчитался. Придется ждать, пока поступят новые билеты. Потом ждать еще пару дней. И только тогда мы сможем забрать свои АЗ-шки за квест. Ребят, спасибо всем за просмотр. Это была 54-я серия нашего пути. И важная информация для тех, кто остался. Короче, ребят, в своем телеграм-канале я поделюсь с вами списком машин, которые нужно угонять. Их госками и деньгами, которые вы получите за их угон. Поэтому все в телеграме. Всем удачи, не забудьте поставить лайк и до скорого.